В Караганде обнаружено тело школьника, которого родные разыскивали полгода. Изуродованное тело юноши было закопано на территории шахты в числе подозреваемых шестеро сверстников убитого парня. Все подробности у Людмилы Батюшкиной. Зарезали как овцу, а закопали как собаку. Мама и сестра Дениса до последнего надеялись увидеть его живым. 17-летний парень ушел из дома 19 ноября. Спустя полгода тело десятиклассника нашли на территории шахты. Место указал один из его сверстников. Сказали 21 ножевое ранение, потом мы узнали 51. В общем, у нас деревня-то, все они, те убийцы, которые его убили, считай, они и вместе росли. Помимо ножевых ранений, по данным экспертизы, у Дениса Зелепухина несколько открытых черепно-мозговых травм. О причине такой жестокой расправы родные парни могут только догадываться. Всех семерых подозреваемых в убийстве они знают лично. Четверо из них были друзьями детства Дениса Зелепухина. Там они какую-то машину что-ли угнали. И вот Денис сказал, что он пойдет в милицию и расскажет. Из-за этого его и убили, чтобы он не рассказал. Ну это тоже опять же слух. Друг погибшего школьника Константин уверяет, что Денис был спокойным парнем до тех пор, пока у него не появились новые друзья. Я сам лично подходил к нему, у всех интересовался, не видели ли они Дениса, где он в последнее время находился. Они в глаза, спокойно смотря, говорили, что нет, ничего не знали, ничего не видели. Вообще подозрений никакого не было. Полицейские, которые не раз задерживали парня за участие в драках и в угонах мопедов и велосипедов, даже отказывались возбуждать уголовное дело, говорят родные погибшего. Они были уверены, что Денис просто сбежал. Но ни это заявление родственников, ни само убийство в ДВД области комментировать не стали, ссылаясь на тайну следствия. На сегодня обвинения предъявлены шестерым друзьям Дениса. Трое из них через месяц после убийства попали в тюрьму по другому преступлению и сейчас отбывают срок. Если этих парней признают виновными и в соучастии в убийстве, то им предстоит новый суд и новая прибавка к сроку. Сейчас суда ждут не только родные Дениса, но и все горожане. Это преступление повергло в шок карагандинцев, которые едва успели отойти от событий годичной давности. Тогда 11-летние девочки забили до смерти сверстницу из-за куклы. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, информбюро Караганды.